Я всех приветствую на своем канале Infamity Infam и с вами Лена. Как я в прошлый раз с вами и обещала, делаю вам видео с косметикой масс-маркета. Это будет база для губ. Если честно, я как-то особо базы никогда не покупала для губ. Хотя нет, было один раз, и мне она не понравилась. Это база от KIKO. И вот такая вот база, которая, по идее, должна сравнять ваш цвет губ. Больше, в общем-то, чтобы лучше ваша помада наносилась. То есть она вот отготавливает. Я первый раз, когда вот первое ощущение, когда ее наносишь, как будто такая каша непонятная. Я думаю, немножко такое разочарование. Затем там написано, что надо дать ей впитаться, когда она впитывается. Вы особо ничего не замечаете, только ощущение на губах такое вот, какой-то, ну, такой, не то что легкого пока, у меня вот что-то ощущается. Затем, когда вы наносите помаду, естественно, помада наносится намного лучше. Я была удивлена, особенно вот эта вот помада Lavera, которая сегодня на мне. Она немножко вот, как бы, в ней не хватает какого-то вот влажного такого эффекта. И когда наносишь на базу, то наносится она более мягко, прям так вот красиво. Я думаю, что такой продукт, его больше используют редко. Я не такая вот большая любительница всевозможных баз. Но вот так вот на выходных, когда мне надо, чтобы помада держалась лучше, то я буду ее использовать. Но все равно тут немножко вот первое ощущение были довольно странноватые. Следующий продукт тоже будет от KIKO. И это блеск для губ. У меня это Super Gloss. Вот такой вот. Если честно, я его взяла, потому что мне понравился цвет. И мне понравилось, что они вот такие вот маленькие. Потому что обычно вот блеска всегда много. И вот ты им пользуешься, пользуешься, и никак не можешь закончить. Поэтому мне больше нравится оформление, когда они маленькие. Аппликатор. В нем есть такие микрочастички, которые блестят. И, к счастью, они на губах совершенно не ощущаются. Очень приятные такие ощущения. Но сам блеск, я не могу сказать, что вот как-то вот, ну, блеск, как блеск. Не могу сказать, что он меня как-то удивил, что как-то вот такой вот быстро довольно сходит. И, не знаю, в общем-то, не очень на меня впечатлило. И сейчас мы недавно снова же были с мужем у Кико. И я увидела вот эти вот блески у них со спидкой. Они были за 3 евро. Это Extra Volume Lip Gloss. Мне муж еще подшутил, говорит, ты не боишься, что за 3 евро у тебя отпадут губы. Но качеством я была более чем удивлена, потому что они очень хорошие. Действительно дают очень много такого вот объема. Мне очень нравится, кстати, носить на вот эту вот помаду, чтобы был такой глянец. Дает много глянца, очень удобный аппликатор. Блеск хорошо носится, и я была удивлена, что блеск, он, кстати, вот такой вот аппликатор, что блеск держится довольно долго. И смотрите, какой глянец он дает, просто какой-то шикарный. Если вы будете присматриваться к косметике Кико, очень вам рекомендую этот блеск на губ. Меня лично он прям удивил на повал, скажем так. Очень-очень нравится. Следующий блеск, который я вам покажу, это будет от Rimmel. Это Vinyl Max. Мне его подарила Олечка. Большой, просто огромнейший аппликатор, который я, наверное, в жизни никогда не видела. Так что вам сразу же наносится продукта много. Снова же, у него такая вот текстура тоже жиденькая, но в нем намного больше пигмента, чем от Кико. И когда мне хочется что-нибудь вот такое вот более теплое, снова же наношу на эту помаду, так и получается другой цвет, более теплый. Очень приятно ощущается на губах. Он такой, знаете, не совсем липкий. И мне лично очень понравится мой первый продукт от Rimmel. Была такая вот для меня некая находка. Так что, Олечка, если ты меня видишь, передайте привет и огромное спасибо. Один тоже из самых любимейших. Это будет блеск для губ от Evroche. И это вот такая вот у них серия. У меня это номер 11. И он с экстрактом малины. Очень мне нравится этот блеск. Я покупаю его уже не первый раз, потому что он такой, знаете, он ощущается даже не как блеск. Он на губах ощущается у вас как какой-то сок, как какой-либо. Очень нравится. Мне нравится оттенок такой ягодный, свежий, привкусный. Мне нравится, как он ложится. То есть такой вот у меня этот блеск сверстся с летом. Я зарекла, что продукт от P2 больше для губ покупать не буду. Но сделала исключение, потому что у них вышла новая коллекция летняя, которая называется Catch the Glow. У меня оттенок 0.10 Summer Gale. И я, конечно же, снова же попробовала на запах и привкус. Мне он очень понравился. У него очень красивый цвет. Он дает влажный эффект, такой увлажняющий губкам. Просто тоже летний такой оттенок розового. Удобно, что это карандашик, удобно наносить, поэтому не могла устоять. Один минус, что он не очень долго держится, но как-то меня это не очень разочаровало, потому что сам продукт довольно достойнейший. Если вдруг вот увидите, у них несколько цветов, могу его вам посоветовать. И привкус у него такой вот некий конфетный. Я надеюсь, что видео вам понравилось. Если да, то ставьте пальчики вверх. Кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь. В конце видео, как обычно, я оставляю несколько ссылок на всевозможные мои видео на тему косметика, их покупки и обзора. Ну и говорю вам, до следующих встреч в новых видео. Всех целую. Всем пока. Субтитры сделал. Субтитры сделал. Такой очень приятный, слово же розовый цвет, довольно насыщенно розовый. Эта помада сейчас у меня на губах. Вот как это, как выглядит из-за туши. Мои ресницы делают еще гуще, более длинными. И мне очень нравится, какой эффект она создает на моих ресницах. Поэтому на данный момент это моя любимица. У меня черный, в черном цвете 0,90.